Играет музыка Ее тренерский штаб как защищающегося либера И здесь вот дает Радослав Арксов почувствовать виктору Сначала показывает всем своим видам и судьям И, конечно же, игрокам Что он тоже будет все время в игре Снова Аберар Каракурт Снова эмоционально забивает турецкая диагональная локомотива И здесь уже Юрий Маричев берет свой первый тайм-аут Первой партии Впадающим и блокирующим Демотолог как невероятно с разворота просто Исправляет этот прием Очень сложная летела подача Аберар Каракурт забивает С высокой передачи на малых Снова поднимает автомотив Аберар Каракурт забивает турецкая диагональная Классная высота Высота очень хорошая была В исполнении Каракурта шестой зоны Очень красиво Видели бы какой-то матч Сейчас я не вспомню против кого Очень много сыграла Каракурт И тогда с задней линией И вот как раз из шестой зоны Мне очень нравится Правда красиво Да и не настолько Вбивает каким-то чудом Спасает этот прием Анастасия Быкова Затеклась за мяч за трос И очень близко падал Обрывался Ну вот здесь Конечно трудовое очко Справляется с приемом Анастасия Быкова Передача на Каракурт Что может изменить Алена Кондрашова Может чуть ускорить игру Но для того чтобы ускорить Вернемся опять же Нужен прием Нужен прием Передача на Каракурт И вот есть такое Небольшое расстояние Между блокирующими Именно в это расстояние В этот коридор попадает Эбрар Каракурт Остается мяч в игре С глубины на Каракурт Действительно Кому еще можно пасовать В такой ситуации И очередной раз Выручает Эбрар Каракурт Свою команду Каракурт Каракурт Блокаут Отыгрывается На тройной блок Поднимается Какая-то неприятная Наверное Блокирующая Локтем Мне кажется По голове Натальи Малых Татьяне Кадычкиной В нее много Отправляют подач И вот такая Досадная ошибка Опять Есть доводка Каракурт Каракурт Защита филиштинской И Каракурт По линии Укладывает этот мяч А здесь еще раз Будет атака 24-22 И у Локомотива Первый Сетбол Рядышком Оставляют Своей нападающей Эту передачу Рина Килишкинская Иврар Здорово Обматывает За блок И вот Даже казалось Такой мяч Счет 11-9 А так Становился 10-10 Здорово Защит Забивает Иврар Каракурт Снова играр Каракурт Олималых На ваших экранах Корочная подача Виктория Трофименко Успевает И какая шикарная Атака От Иврар Каракурт Плохая подача Очень такая Острая Прямо Над тросом Пролетает Иврар Каракурт Демонстрирует Чудеса Своей техники Защитя Всего своего роста Такая передача Но забивает Каракурт Не знаю Каким чудом Наверное Своей длитой рукой Сумела достать Сильно Да Забросила Каракурт Забивает Из первой зоны Стоит Мяч после атаки И вот здесь Варвара Потеряла Мяч Кадочкины Не успевала Конечно Полноценно Провести Эту атаку Но здесь Успевает Каракурт Что ж Командора Ходила На площадку Такие Пятерки Отбила еще Главному тренеру Который За пределами площадки Наблюдает За игрой Что касается Игры То сейчас Очень динамично Начинает Парпет Страхует На задней линии И снова Эдрар В защите Не попадает Мяч В площадку Видит Сидя на вышке И 5-8 Ну вот пока За счет ошибок В том числе Локомотива Протон Подбирать Подача Филиштинская На Эбрар Ну а здесь Уже касание Блока И 10 Есть приемы Команды Локомотив При том Что не совсем С удобной Мне кажется Траекторией Бой Сейчас Эбрар Атаковать Еще Попадает Мяч В Татьяну Маркову Тут же Обратную Замену Решили Делать Тренер Очень сильный Очень сильный Удар Конечно Филиштинская На Каракорт И касание Блока Судя по всему Было Поскольку Эмоции Готов Подбирать Да, хотел сказать, конечно, Юрий Маричев, но уже по привычке владеет. В сторону локомотива Боброва мяч. Ну, а здесь Парубец. Эти эмоции Беликова подает. Лештинская. Гатина снова в Либера. Кракурт будет атаковать. И Сильверстова с этим мячом не справляется. 19-15. Смеленко на Боброву. От блоков аут. Хотя показывают, игроки хорошо сыграли вместе. А на сей раз уже ошибка у самих игроков локомотива. Большая-большая проблема в данном случае для тренера. С самого начала дает, наверное, о себе знать. А Протону нужно продавливать соперника. Кракурт. От касания блока в аут уходит мяч. Беликова. Лештинская. Толок. Попович сохраняет мяч. И снова Толок будет атаковать. Боброва на месте. Светлана Гатина разбег из шестой зоны. Парубец. Все страхует и видит. Кракурт. Снова силовая атака, которая неудержима для... Боброва. Смелинка на Гатину. И слишком-слишком коварный оказался этот мяч. Гатина. Трофименко. Парубец атакует. Здесь Костюкевич. И Боброва через блок. На Боброву. И мяч от блока. И все-таки победа Локомотива. 25-21. 3-0 в этом матче. И серия переезжает в Калининград, где 2 апреля... Юрий Маричева здорово так повела в самом начале матча. Все равно вот он использует даже на этом, при этом счете, использует вот эту двойную замену, чтобы усилить атаку. В нынешнем матче это уже, конечно, игра тренерских штабов, получается. Да, там подкрутили так, что Сергеева не играет против Ровкиной. То есть если в предыдущем матче, то есть абсолютно не дала Юля... Ракурд выносит в защиту Виктору Боброву. Вика так пыталась самортизировать, прям врагнулась, но он прям очень сильно в грудь прилетел в мяч. И отскок получился слишком резкий. Ракурд, блок-аут. Закрывают Беликова в атаке. Ракурд, скидка Ирина Фрешкинская. Удача. Ракурд и забивает Адран. Ну что ж, 20-24. Не готовые мириться. Справляется с приемом. И хороший прием организовывает Татьяна Толок. Есть возможность у Фрешкинской первым темпом играть. Поднимается мяч в защите Трофименко. И забивает, совершает этот розыгрыш. Ракурд. Атака с задней линии. Есть прием от Татьяны Толок. Здесь Ирина Фрешкинская. Но вот как интересно. Закончил этот розыгрыш. Да, он заканчивается опять же результативной атакой локомотива. И здесь уже как система, да, как Ирина Фрешкинская решила, выбьем ее опять. Пусть на июне. Пробивает, да. Пробивает, да. Пробивает, да. А в такую длинную сторону пасовала Фрешкинская через всю площадку. Снова Гатина. Но в этот раз работает блок локомотива Эбрар-Каракурд. И Юлия Бровкина. Наталья Сильверстова под вторым. Эбрар-Каракурд из второй зоны. Хорошая атака между пятой и шестой зоной. И тут же обратная двойная замена. Через всю площадку на Боброву передача. Еще есть возможность атаковать. И здесь подымают защиту. И это все в отсутствии Либера. Не стал рисковать Толок. Мяч в площадке. Закрывает Эбрар-Каракурд. Эмоциональный момент. Такой же сейчас у тренера с игроком. В зале не попало в кадр. Здорово отработали в защите. И Протон, и Локомотив. Но пусть мяч попадает в площадку. 12 очков уже заработала эта волейболистка. Блокирует. Забивает из шестой зоны. Но мне очень нравятся эти атаки из шестой зоны. Юрий Маричев там посоветовал своим девочкам убирать руки на блоке. Не тянуться так вверх, чтобы не давать шанс Локомотиве забивать. Без блока практически осталась с Каракурдом. Но у Протона пока ничего не получается по ведению игры. В основном мы видим все атаки. Задняя линия Наталья Малых. Опять остается мяч в игре. И вот здесь уже все в руках Локомотива. Здесь 4 по 4 проводят атаку. Ибрян Каракур. Идеальный прием Ксении Парубец. Пролезает. 24-20. Сетбол. Локомотива на подачу. Что последует передача? Ракурд, конечно. Ну, собственно, и качественный тоже забывает убрать 25-й очко. 25-23. И 2-1. Локомотив впереди. Есть прием от Веры Костючек. Как ногой. По-другому даже сказать не могу. Как забивает сейчас Каракурд. Высоченная передача летела в ее зону. Ну, возможно, нужно дать немного отдохнуть Юлии Бровкиной. Мы прекрасно помним, что после болезни этого либолистка и, конечно, организм может физически сложно быть ей. Справляемся с приемом. Ну, и как следствие, отличная атака. Искороисон, и Ракурд из 2 по 2 забивает. И обратная замена у Локомотива. Есть прием. Сюда по-рубец. Каракурд тройной блок выносит она Наталью Малу. В лицо, да, мне кажется, попала Наталья. Да, да, в лицо, в лицо очень. Очень неприятный удар. А ведь мяч в аут летел. Но насколько была такая вот скорость большая, что даже не сумела увернуться Наталья. Что нужно сейчас. И мы видим, что вот ни одной атаки за последнее время не удалось забить. Все, подымает. Локомотив смягчает. Подымает и забивает. И вот опять защита. От Виктории Трофименко. Каракурд на тройной блоке. Взрываются трибуны. Даже я уже спокойно не могу разговаривать. Очень эмоциональный. Смотрите, что творит Виктория Трофименко. Ну и тайм-аут. Одно очко. Один шаг отделяет Локомотив от выхода в полуфинал. Есть прием. Татьяна Толок снова на Каракурд. Забивает турецкая диагональная Локомотива. И Локомотив вырывает победу в третьем матче. И Дарья дала эту победу. Проходит в борьбу за... В дальнейшую борьбу за Пьедестал. В полуфинал. Фантастическая игра. Да, таких страстей. Дворец портной янтарный не видел очень давно. Как сегодня. Но поздравляем Локомотив с победой. Очень болевая получилась борьба. Посмотрите, там слезы радости у Ирины Филиштин. За шикарные игры. Ну а следующие наши матчи. Сейчас уже точно даты даже не могу вспомнить. Но информацию будем выдавать. По мере ее поступления. Здесь праздную, мотив свою победу. Ну а мы прощаемся с вами. Сегодняшний матч для вас.